Не по сезону тёплая погода в этом году рано окутала Брест. Лето ещё не вступило в свои права, но жара уже не думает покидать город Надбугом. Горожане стремятся переждать зной у водоёмов. Но, как и каждый год, вместе с беспечным отдыхом и манящей прохладой воды, рука об руку идут и трагедии. С начала 2024 года в первом регионе, совладав со стихией, погибли 19 человек. Двое из них утонули в Бресте. Для того, чтобы предупредить трагедии, работники МЧС сегодня проводят активную разъяснительную работу с населением. Наша задача – достучаться до каждого, а значит, предупредить беду. Хотелось бы отметить, что мы проводим профилактические беседы с различной целевой аудиторией. Дети, взрослые, рыбаки. Напоминаем им, как вести себя на водоёмах, как действовать, став свидетелем или участником той или иной опасной ситуации. А также вручаем наглядную обучающую продукцию. Хотелось бы отметить, что работа в данном направлении будет продолжена с учётом купального сезона. В ходе рейдовых мероприятий сотрудники МЧС посетили пляж «Центральный». Здесь они обновили информационные стенды, раздали отдыхающим профилактические листовки и провели инструктаж. Также спасатели обратили внимание граждан на то, что посреди пляжной зоны появился интерактивный стенд со всеми номерами спасателей и полезной информацией. «Глаз да глаз, внимательно смотрим». «А на рукавники?» «Ну, мы ещё не купались в этом году, а в прошлом году – да». «Выходим на природу. Вот так купаться особо, как дети не любят. А если выходят, то делают прикушательники». «Конечно, среди рукавники, всё как положено, потому что дети малые». К сожалению, чаще всего тонут именно люди, умеющие плавать, уверены в своих силах играть с ними злую трагическую жутку. Помните, что спасение утопающих – в первую очередь дело рук самих утопающих. Будьте внимательны и осторожны, тогда ваш отдых пройдёт спокойно. «Уважаемые граждане, призываем вас быть внимательными и осторожными на водоёмах. Помните о том, что купаться следует только в специально отведённых местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не заплывайте за буйки, не устраивайте игры на воде. Родители, уделяйте пристальное внимание обеспечению безопасности подрастающего поколения. Не оставляйте малолетних детей без присмотра и с раннего возраста прививайте им культуру безопасного поведения. Хотелось бы обратиться к рыбакам, которые также, как показывает практика, часто становятся заложниками опасных ситуаций. Напоминаем, что лучше рыбачить в дневное время, в хорошо знакомых местах и ни в коем случае не в состоянии алкогольного опьянения». Василина Бузкевич, Дмитрий Твенюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.